Есть здесь несколько понимающих на иврите. И так мы согласились, что это будет не урок, а вопросы и ответы, да? Давайте мы это так и проведём. Как вы это делаете? Кто организатор урока? Покажите мне организатора, к кому мне обращаться. Он должен сидеть здесь рядом с камерой, и я смогу обращаться к нему со всеми вопросами. С вопросами должны подойти к микрофонам, и я должен сказать это вместо распорядителя. Итак, кто хочет задать вопрос, встаёт, по всей видимости, и идёт к этому микрофону, он для мужчин, а вот этот микрофон для женщин. Пожалуйста, если вы хотите что-то спросить, я к вашим услугам. Пожалуйста. Агаф, вы слышите? Вы слышите? Я должен слышать всё с динамика. Нет. Нет, с наушника. Какой наушник-то? Ага. Это таким образом подключается. Минуточку, минуточку. Пожалуйста. Пожалуйста. Окей. Вы меня слышите? Во время трапезы, вы сказали, что тут Европа, есть вот внутренняя такая разобщенность между людьми, так как это не чувствуется в других местах по миру. Внутренняя такая разобщенность, которая особенная в Европе. В чём природа вот этой разобщенности? Почему это происходит здесь? И что мы здесь, на Конгрессе, должны сделать, чтобы справиться с этим разобщением? Ну, понятно, почему у нас в Европе есть самое большое КЛИ. Потому что это сотни лет войн, взаимной ненависти, ссор, конфликтов, революций. Каждый из нас изучал в школе, что происходило на этом материке на протяжении последних двух тысяч лет. Это ясно. И нет у тебя также, я думаю, места на всей земле, чтобы государства были настолько развиты, и было бы так много государств на относительно небольшом участке, территории. У нас есть 35-40 государств, стран на маленьком европейском континенте. И конфликты, проблемы, беспорядки, то, что было у всех на протяжении многих лет. Это находится всё внутри, как я уже сказал, что всё это находится внутри Решимот. Это не то, чтобы мы сегодня все были товарищами, все страны были дружественными, но были войны. Всё же остаётся. И всё это мы должны будем покрыть объединением между нами. Поэтому европейская Кли имеет очень огромный потенциал, чтобы быть сильными. Только мы должны его правильно организовать. И поэтому, согласно правилу, все преступления покроют любовь, когда внизу существует огромное желание получать эгоизм, а над этим экран. Поэтому, согласно этому правилу, мы, если сможем объединить Европу с помощью нас, когда мы делаем это... Давайте я попробую это даже нарисовать здесь. Отлично. Итак, есть у нас Кли. Это желание. Это желание плохое. Бед. И мы должны поставить здесь экран. Почему у меня не получается? Вот так. Вот здесь поставить экран. Как вы это называете? Скрин или массах? Напишем массах, экран. Понятно, что такое массах. Всем знают. Все знают название, да? Это называется «Все преступления покроют любовь». Потому что здесь у нас внизу есть большой минус. А здесь наверху, благодаря экрану, у нас появляется огромный плюс. Это называется «Все преступления покроют любовь». И потенциал, разница между тем и другим, между этим и этим, между Кли и Краном. Вот эта дельта дает нам силу, мощь Кли. Мощь этого Кли. Поэтому нет ничего подобного в Европе, когда есть так много зла на протяжении 2000-й истории между всеми странами. И до сегодняшнего дня, посмотри, Франция хочет разделиться на Болонию и остальную Францию, а Испания на две части. Испания — северную и южную. И каждое государство готово поделиться на дополнительные страны. И сегодня тоже. И если мы сегодня здесь начинаем строить наше объединение, то это является большим исправлением, потому что мы можем с легкостью относительно очень быстро достичь раскрытия света, потому что свет раскрывается здесь, в этой силе. То есть, в разнице между минусом и плюсом. Пожалуйста. Какой же первый шаг, который мы должны сделать, начиная вот уже с сегодняшнего дня, чтобы реализовать этот потенциал в течение Конгресса на самом деле произвести первый подъем над всей ненавистью, которая здесь накопилась за сотни лет? Мы должны прежде всего попытаться выстроить десятки, потому что это, по сути дела, модель, которую раскрыл Авраам в Вавилоне. И сегодня мы находимся в той же форме, как и Вавилон, где-то 3700 лет назад, это так было. Авраам — это 1700 лет до начала, до нашей... и та же форма у мира есть сегодня, как была и тогда. Все чувствуют себя зависимыми друг от друга, несмотря на огромную ненависть, как мир сегодня, так же, как и мир сегодня, у тебя есть огромный эгоизм внутри, я еще не привык рисовать на этом экране. Большой эгоизм, большой минус внутри, а снаружи давят на человеческое общество силы природы, природа пытается собрать все свои части. Природа пытается собрать все свои элементы так, что все они выстраиваются в правильной связи, в правильном порядке. И мы видим здесь, что изнутри мы хотим... в таком центрифугальном виде разбежаться, убежать друг от друга. Природа нас замыкает таким образом, что мы должны быть сплоченными, объединенными друг с другом. И таким образом мы находимся в столкновении, в конфликте. Что мы можем сделать здесь? Когда-то мы пришли к решению в древнем Вавилоне, благодаря тому, что они хотели выстроить башню до небес, что является символом их эгоизма настолько возросшего. И они нашли решение. И я писал об этом, что это решение Немрода, который был в то время царем там. И решение заключалось в том, что давайте рассеемся по всей Земле. В чём проблема? Нет никакой проблемы. И тогда мы читаем у Иосифа Флавиуса, Флавия, что они рассказывают нам, как расселись по всем частям земного шара, и образовалось много народов и стран. А сегодня нам некуда уже больше рассеиваться. И то же состояние, только решение проблемы Немрода уже не работает, потому что нам уже невозможно отдаляться друг от друга больше. Немрод сказал правильно, когда есть конфликты в семье, стоит просто отдалиться друг от друга, разъехаться. А сегодня это решение не работает, есть только решение Авраама. И решение Авраама заключается в том, что эгоизм растёт, и от этого не убежишь, и не нужно бояться этого, и взаимная ненависть растёт. И все хотят разделиться, и рассеяться. Как я уже сказал, что каждое государство, каждая страна в Европе хочет поделиться ещё на части. Есть конфликт между соседями, это понятно. Но это хорошо. Хорошо, потому что наука Каббала приходит, методика Каббала на помощь, и говорит, что есть огромный минус, мы можем создать плюс над ним. И тогда у тебя есть огромный потенциал клей. И как раз наоборот. Когда мы строим это клей, тогда эта сила, эта сила раскрытия Творца является экраном. Это является той большой мощью, которую мы можем выстроить, создать. И всё. Так мы и будем действовать. И тот кризис, который раскрывается сегодня, и всё время усиливается, и мы увидим в ближайшее время, насколько, несмотря на то, что все хотят успокоить нас, что нет кризиса, мы увидим вскоре, что снова он прорывается и с такой силой, что уже невозможно скрыть его. И поэтому раскрывается наука Каббала в этом случае. Если бы не мировой кризис, если бы не было у нас этой формы развития, когда две противоположные силы приводят нас к состоянию кризиса, то наука Каббала не раскрылась бы, потому что она раскрылась в Вавилоне, а затем была скрыта и до буквально нескольких десятков лет назад была совершенно скрыта на протяжении всей истории. И сейчас она раскрывается снова для того, чтобы дать нам решение этой проблемы. Но сейчас уже окончательное решение. Это не как в Вавилоне, когда только одна часть человечества получила эту методику и реализовала ее частично и на короткое время. Это было. А сегодня все мы должны будем это сделать. И как раз с помощью этого изобретения мы сможем спасти себя от массового уничтожения, потому что в противном случае мы придем к такому взрывному состоянию, когда мы просто будем поедать друг друга, пожирать. Но поговорим еще об этом. Пожалуйста. Подойди к микрофону. Go to микрофон. Эрв Тав. Деяр Рав. Здравствуйте, Деярв Тав. Мой вопрос такой. Эминент being that is communicating to us with the person that you have to be in your place. Эта сущность которая с нами контактирует через вас о чем вы говорили. И мне просто интересно ангел Михаэль Габриэль это ангел Михаэль Габриэль есть ли это креатив от мира есть ли это если у этого имя кроме имя Творец это вопрос да через какого ангела я связан я не могу тебе сказать вся система эта система постоянная нет здесь никаких тайн ну просто невозможно это объяснить человеку который не находится в системе в раскрытии этой системы а человек который раскрыл эту систему ему же ничего объяснять он это раскрыл сам находится в подобии свойств и нет объяснения каббалисты не объясняют друг другу ничего иногда они пишут так потому что так же как и в этом мире каждый пишет другому что-то когда я знаю в общем что такое мир но один видит это в определенном виде второй в определенном виде и тогда есть что добавить что писать но на самом деле духовное раскрытие наполняет каждого и если человек не находится в раскрытии невозможно объяснить ему как высший свет раскрывается в экране невозможно я не могу ответить на этот вопрос и кроме того ангелы Гавриэль Михаэль Рафиэль Уриэль это четыре ангела которые находятся на очень высокой ступени мы еще немного должны поработать чтобы дойти до этого но ангел это сила так же как сила электричества электростатическая сила магнитная сила все это силы нет ничего особого в ангеле он только так называется вместо ангела ты можешь сказать сила сила притяжения земли ты можешь сказать есть на земном шаре ангел который притягивает все находящееся в воздухе и притягивает это к земле и тогда когда я нахожусь в воздухе я падаю на землю потому что потому что этот ангел появляется и таким образом воздействует на меня вот и все вместо того чтобы сказать что это сила притяжения воздействовала на тебя вот и все пожалуйста женщины тоже могут спрашивать ну только не стесняйтесь в чем проблема то пожалуйста повторим микрофон Вопросы, которые важны всем нам, это то, что мы записали во время подготовки. Вопрос, как мы могли удержать то, что мы достигли во время подготовки, и как нас Конгресс ведет на следующую стадию. Вы должны собрать все ваши усилия, чтобы никто из вас не ушел и не исчез. Это усилия, когда вы были в Южной Италии в Джузеппе и провели там большую работу. Это усилия по подготовке к Конгрессу. Это усилия того, что каждый приезжает сюда со всех концов этого континента или вообще со всего мира. Все эти усилия нужно собрать вместе. Как мы их собираем, как мы не потеряем это, что я сейчас должен сидеть и помнить. Как мне было тяжело освободиться от работы, от семьи, купить билеты и так далее, и так далее. Всевозможные путаницы. Нет, не нужно даже думать об этом. Но мы должны максимум прилепиться к товарищам. И тогда, когда я пытаюсь быть слитым с ними, объединенным, когда я забываю о себе, когда я хочу находиться в них, раствориться в них, тогда все мои усилия тем самым войдет, даже если я забываю о нем. Даже если я забываю. Поэтому не надо думать о том, что было, а быть только слитым с теперешним моментом, сейчас, в котором я нахожусь, и только на объединении. Я могу не слышать, не понимать то, о чем говорят, как ребенок. Я хочу быть на руках группы. Этого мне достаточно для того, чтобы начать чувствовать свет, по крайней мере, на уровне нефиш, на самом маленьком уровне. Я почувствую силу, которая действует и связывает нас вместе. Это свет нефиш. Потому что это дыхание, оно общее для всех, как этот воздух общий для всех. Так мы чувствуем и свет нефиш. Свет рох — это уже другой. Он уже действует индивидуально, лично на каждого из нас. И мы должны поэтому находиться на уровне готовности обвинения еще более высоком, чтобы этот свет подействовал на нас, свет рох, таким образом, что если мы с помощью него не разделяемся, тогда он воздействует, влияет. То есть уровень обвинения должен быть еще более сильным. Ну, а душа, нашама — это уже вот так. И не думать ни о чем, что было. Сейчас мы с помощью обвинения автоматически вносим все усилия, все подготовки, все, что было у нас, все входит до последней детали. Пожалуйста. Как вы сказали, это вот вопрос, который у нас у всех был во время подготовки. Как мы впрыгиваем в это объединение, в это единство, не думая, не думая о каких-то внешних вещах, не думая о том, как мы это сделаем, как мы просто впрыгиваем вот в этот поток. Каббалисты дают действию объединения, очень много примеров приводят. Самый ощутимый пример, и это все мы прошли, но не помним, это зародыш в чреве матери. он там растет килограмм, три килограмма, становится большим. Мы видим, что вдруг попадает за ноза в палец, тело сразу же начинает освобождаться от него, делает, обликает вагоной, только бы выбросить из себя чуждое тело, которое входит в него. А здесь мы говорим о двух, трех килограммах плоти, которая находится в матери. и тело не только освобождается от него, но заботится о нем, только бы сберечь его и развить этот зародыш плод. И если происходит выкидыш, когда это тело становится чуждым и нужно его выбросить, когда это происходит, когда это тело не слито с матерью. и он начинает работать в своем виде, не отменяет себя на сто процентов по отношению к матери и то же самое с человеком по отношению к группе. Я прихожу в группу, у меня нет выбора, я должен отменить себя и группа для меня становится утробой и тогда я могу получить от нее все, что есть в ней, что есть в группе, не важно мне. Это интересно. Мне не важно, я не делаю никаких расчетов относительно группы, потому что мне главное отменить себя. и группа тогда, когда я отменяю себя по отношению к группе, она будет на уровне таком, насколько я отменяю себя по отношению к группе. И не от нее это зависит, а от меня. Это очень интересно. Мы не очень-то это понимаем. Ну, скажем, я за родыш. я отменяю себя по отношению к группе. и группа может быть тогда буквально с нуля и до 125-й ступени, до бесконечности, до совершенно полного окончательного состояния. неважно. Группа всегда находится в любом состоянии. Потому что группа это не то, что раскрывается мне, потому что каждый судит по собственным недостаткам. Я раскрываю группу, насколько я могу раскрыть ее. Но она в своем внутреннем потенциале находится в мире бесконечности. И если я, скажем, на ступени не нулевой, да, буду, скажем, на 70-й, 80-й ступени, я увижу группу на этом уровне. То есть я всегда вижу, как и сегодня мы видим мир, я вижу его и понимаю его в мире моего восприятия, насколько я способен воспринять его, этот мир. Поэтому главное это отмена себя перед группой. И тот, кто знает, как это делать, он сразу же обретает кле, в котором через него он может начать ощущать высший мир духовный. духовное это то, что находится выше нашего восприятия, что находится в восприятии отдачи, в альтруистическом восприятии, выше нашего эгоизма, и группа помогает мне прийти к этому. и так я должен отменить себя по отношению к группе. есть еще много понятий, когда я изучаю, как я должен выстроить себя по отношению к группе, что я должен видеть каждого товарища как великого в поколении, должен видеть всех объединенными, они могут воздействовать на меня, и я должен видеть их так, чтобы раскрылась во мне зависть, хорошо, если буду завидовать каждому и всем вместе. Словом, есть здесь очень много всего. И это, по сути дела, единственное средство, группа — это единственное средство, чтобы ввести меня в высший мир, и для того, чтобы у меня появилась такая возможность. Как раз и произошло разбиение, которое мы с вами изучаем, разбиение в мирах, в мире никудим и в душах. Это называется грех древопознания и человечества, которое мы видим сегодня, полностью находится в разбиении, когда мы все ненавидим друг 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 отторгаем друг друга, каждый беспокоится о себе и так далее, и так далее. И это понятие разбиения. Для чего все это? Когда именно с помощью того, что я из разбиения прихожу к гармонии, я изучаю все эти возможности, все эти различия между разбиением, отдалением, разделением к объединению любви, и тогда, исходя из этого, я начинаю понимать все творение. Когда я начинаю видеть внутреннюю суть мира через материю, я начинаю видеть силы, которые действуют в материи, и высшую силу, которая выстраивает все это. и тогда я выхожу из своего тела, которое полностью функционирует на неживом, на животном уровне, неживое растение, на животное. Это наш мир, и я поднимаюсь на уровень говорящего, когда я уже начинаю видеть божественную силу, пока я не раскрываю всю эту силу. И это согласно определению науки Каббала. раскрытие Творца Творению в этом мире. Пока мы живем здесь, мы должны постичь Творца, и тогда мы гладким образом переходим из ощущения этого мира к высшему миру. Пожалуйста. Мы пойдем спать, если вы не хотите задавать вопросы. нет проблем. Раф, если говорят, что нет никого, кроме него, если все это Творец, кто я? Тот, кто говорит, что нет никого, кроме него, это вы. Мимитар Гемла. Кто ей переводит? Она не слышала ответа. Раф, можно повторить? хорошо, я дам другой ответ. Творец создал, сотворил только одно, сотворил зло, желание получать, эго, ничего хорошего не сотворил, только зло. Добро это он сам, это его сила. Из того, что мы находим, что вот в реальности находятся эти две противоположные силы, добро и зло, человек может начать чувствовать, что он существует, то есть есть он и он существует. потому что есть две противоположные вещи, желание получать, которые сотворил Творец, и желание отдавать, чем он является сам. Так кто же говорит, что нет никого кроме него? Тот самый человек, который постигает Творца и постигает, что Творец действует и наполняет всю действительность, что то, что человек думает, и то, что человек делает, он потом обнаруживает, что все это Творец действует в нем. И это не отменяет человека, его личность не отменяет, потому что когда он раскрывает, что нет никого, кроме Творца, он вместе с этим, когда он это раскрывает и проходит по ступеням раскрытия, постижения, он также пока тем временем формирует себя как Творец, подобным Творцу в левой линии, в своем Эго, которое он потом обращает на отдачу. И тогда получается, что с одной стороны есть Творец со всеми его действиями от нуля и до бесконечности до малых бесконечности. А с другой стороны есть человек Адам, который на ступенях раскрытия Творца сделал из себя подобного Творцу от нуля до малых бесконечности, поэтому называется Адам от слова Доме подобный Творцу. И так вот он растет, поэтому он не отменяется. И получается что-то очень интересное. Неживое растительное животное, вся природа существует, так как мы видим существует, в той силе, которая придает им жизнь. Там нет свободы выбора. Все существуют по необходимости. выполняют команды Творца, программу творения, кроме человека. И человек может всегда быть как будто бы противоположным Творцу с точки зрения злого начала, желания получать эго. С другой стороны, он может быть тождественным Творцу с доброй стороны. И поскольку человек состоит из двух сил, и даже когда он говорит, что нет никого кроме него, кроме Творца, он не отменяется, остается существовать. И наши действия все направлены на то, чтобы мы должны прийти к состоянию, когда каждый достигает полного уровня Творца, все 125 ступеней. то есть человек должен расти по всем пяти мирам и достичь малхут бесконечности. Это покажет в то время, пока мы живем в этом времени, во время одного из круга оборотов, это мы должны постичь. Постигаем и завершаем исправление и продолжаем их уже дальше. а в другом измерении. Но в этой реальности этого мира мы должны возвращаться сюда еще и еще, пока мы не постигнем мир бесконечности. Я не понимаю, почему он ей на ухо это переводит, объясняет. есть проблема с переводом это сейчас делают. А что, другие не слышали? Почему он на ухо переводит? Вот теперь есть перевод на итальянском. Что вы ждете от нас? И что я должен ждать от самого себя? Для того, чтобы Конгресс был успешным. Но я уже сказал, каждый из нас находится здесь, в этом мире. Каждый спрашивает себя, зачем я существую? Каждый хотел получить какой-то ответ, особенно в детстве, может быть. Потом мы начали расти больше, взрослеть проблемы возрастные возраста, секса, половых отношений, заработка, и мы уже отчаялись в том, что мы когда-то вообще получим ответ на этот вопрос, зачем живем. Живем и живем, ну, по необходимости. Вынужденный человек живет. в общем-то, этот вопрос и существует у многих людей. Я бы сказал, в каждом. Но есть люди, которые не способны жить, не решая этот вопрос, потому что, ну, вся жизнь бесполезна, не имеет смысла. И поэтому приходят в науку каббала. я напоминаю вам, что написано в определении, что такое наука каббала. Наука каббала это методика исправления человека в этом мире. Так написано в раскрытии творца. Так написано в статье суть науки каббала. раскрытие творца творения в этом мире. Поэтому мы должны это раскрыть. Мы должны просто открыть это для себя. Да. Вопрос был больше в направлении какую цель мы должны поставить перед собой. Это цель. Так на протяжении этого конгресса в каком направлении мы должны направить свои силы внутренние и внешние на чем сосредоточить себя. Ты говоришь не цель. Ты говоришь о постижении цели. О средствах. Понял. Извините. Что мы должны сделать на этом конгрессе особенно на этом конгрессе чтобы достичь цели? Ответ простой. Творец является общей силой. Это общая сила. Сила отдачи. А я сила получения. Как я могу прийти к тому чтобы уподобиться ей только если я соединяюсь с другими. Ну хотя бы еще с одним. Не важно с одним с тысячью или с миллиардами. Главное чтобы я отменил себя. В момент когда я отменяю свое эго а это называется отменяю себя то я уже не сила получения. Я уже скажем ноль отменил себя. И тогда поверх этого я могу приобрести силу отдачи. Это называется возлюбие ближнего как самого себя. Если я приобретаю желания других и работаю для того чтобы исполнить наполнить желания других тогда называется что я как бы выхожу из себя и вхожу в других. Это называется сила отдачи. и в мире насколько я это делаю это я а это скажем ты ну не важно не важно кто если я отменяю себя и не хочу для себя ничего только по отношению к тебе то есть поставил здесь экран о себе не думай весь целиком нахожусь в тебе я хочу знать что ты хочешь что у тебя есть здесь твое сердце твое сердце я хочу почувствовать я хочу действительно наполнить его и тогда это называется что у меня сила отдачи отдачи и в той мере что есть у меня такое устремление в этой мере я равен творцу напишем здесь креаторе ну мы же в Италии вот и в этой мере что я должен сделать я должен дойти до всех моих келим до всех моих желаний и есть у меня мы это изучаем 613 желаний я должен во всех 613 желаниях сделать себя подобным творцом да вот так это но это не важно это число нас не очень интересует короче я должен производить такие вот действия и так вот Тора нам раскрывается в законе возлюбия ближнего как самого себя что это великое правило Тора зачем это для того чтобы быть точно как творец на том же уровне вечности совершенства и так вот короче это цель в этом мире здесь смысл жизни о чем говорили в этом суть жизни в течение этой жизни достичь подобия свойств творцом и перейти из ощущения этого случайного мира мира вечного и совершенного все нам открыто и будем надеяться что во время конгресса начнем это постигать это на практике может быть закончим устали да добрый вечер условия самоотмена это поручительство взаимное поручительство потому что только в поручительстве мы можем исправить себя в правильном виде мы можем отменить себя в правильном виде и единственное условие поручительства это поручительство. Как можно себя полностью отменить? Как можно себя полностью отменить, если мы не чувствуем поручительство в нашем окружении? Не можем. Даже и не чуть-чуть, и не полностью, и не человек, и не вся группа. Не можем? Нет. Невозможно. И все? Что, это вас удовлетворило? То, что я сказал, вам этого достаточно? Это признак того, что мы просто так здесь сидим. Мы не способны прийти к поручительству. Мы не способны прийти к объединению. Мы не способны отсоединиться от нашего эго. Это наша природа. Как я могу выйти из своей природы? Что, я так себя вытащу за волосы? Ну как? Если я замкнут в своей природе, где каждая клеточка, мозг, каждое желание думает только о том, как я в каждую секунду буду чувствовать в своей жизни самым лучшим образом, самым комфортным, максимальный комфорт, максимально хорошо, то как мы можем исправить себя? Не можем. Написано, что не может заключенный спасти себя из тюрьмы. Ну не может. Товарищи? Товарищи тоже не могут. Они же такие, как я. Учитель не может вместо меня произвести мою работу. Я должен исправить свои желания. То есть, мне нужно внутри, внутри себя что-то сделать, какую-то духовную операцию проделать. Как это делается? С помощью высшего света, который называется свет, возвращающий к источнику. Поэтому вся наша работа это притянуть свет, возвращающий к источнику. Так написано, я сотворил злое начало, сотворил Тору в качестве приправы, потому что свет в ней возвращает к источнику. Это формула. Это значит, я раскрываю постепенно, насколько я эгоист, насколько я не думаю ни о ком, насколько мне не важно объединение, ничего мне не важно. не хочу слушать все эти глупости, с одной стороны. С другой стороны, я понимаю, что это правда. Но это не в моей природе. И мне объясняют, что есть то, что называется свет, возвращающий к источнику. То есть, высшая сила, которая называется светом. Так она называется. Ну, как в нашем мире. Свет – это вещь самая высокая. Так же мы и называем высшие силы такими названиями свет. Поэтому есть высшая сила, которую ты можешь вызвать. И по вашему приглашению она проявится и исправит вам желание. Исправит его. И это называется возвращающий к источнику. Что значит возвращающий к источнику? Это то, что есть у вас сейчас. Это сила зла, злое начало. И с помощью этого света злое начало превратится в доброе начало. И вместо того, чтобы это была эгоистическая сила, станет силой альтруистической, силой отдачи. Поэтому не смотрите на себя, что вы не можете. Ну, не можете, да, хорошо. Человек, который приходит к состоянию, когда он знает, что сам он не может ничего, это уже хорошо. Это уже хорошо. Уже нет у него ненакого ему, ну, как это, опереться. Ну, положиться оно только на свет, возвращающий к источнику. Вот. Так вот, вам надо быть только вот направленный на этот свет. Это то, что мы, в принципе, делаем. Во всех наших действиях мы направлены на свет. Привлечь его. Вся тора, в принципе, как привлекать свет, возвращающий к источнику. Потому что силы зла, слава Богу, в нас есть, ну, не ограничено. А нужно только вот эту силу добра знать, как привлекать. Поэтому мы изучаем эти действия в группе, отмена по отношению к группе, объединение в группе. Насколько мы делаем только действия по отношению к центру группы, мы раскрываем тот свет, возвращающий к источнику. И все. и нет ничего, кроме двух-трех этих действий. Ничего. Все очень просто. Удачи. Спасибо. Дорогой Раф, этот конгресс в начале должен был быть просто маленьким конгрессом учеников лернинг-центра. И никогда в истории у нас просто не было такого лернинг-центра. Есть много товарищей со стажем в Европе, которые знают вас, есть много точек в сердце, которые впервые приехали на конгресс. Вопрос в том, как мы можем выстроить поручительство между нами на протяжении трех ближайших дней. Видимо, мы действительно хотели сделать конгресс лернинг-центра, но лернинг-центр тогда Мошадмони должен был сделать сам, но он известный лентяй, и поэтому он решил, давайте сделаем конгресс побольше, ну и европейский, тогда пригласим Рава, и пусть работает, а я тут тихонечко так посижу. Но это то, что и случилось. Вот. Так вот, в чем вопрос? Мой вопрос как эти товарищи из лернинг-центра, которые достаточно новички, могут включиться в общий конгресс? Большой европейский конгресс? Да. Мы, я вижу здесь много ветеранов, я вижу тут людей, которых я знаком, с которыми годами, и такие тоже приедут. Нам нужно помочь им абсорбироваться. Ну, для новичков. Так вот, не то, что в таком виде, что мы обнимаем их и начинаем их так, нет, аккуратно, по-хорошему, не то, что как иногда я вижу, наваливаются на человека, ну, нет, чуть-чуть так, более солидно. я надеюсь, что будет у нас хорошее такое чувство, как сделать для них так, как они чувствуют. То есть, давайте будем думать, как сделать им хорошо. Если ты чуть-чуть входишь в него, ты его чуть-чуть чувствуешь, ну, приближайся тогда, помогай ему. Мы можем мы их абсорбировать внутри себя. Эта сила большая, хорошая сила. Это, да, придаст новый дух Европе. Стоит, стоит, стоит обратить на них внимание. Ну, я думаю, что мы с завтрашнего полдня, мы начинаем с Ешеват-Хавереем, потом лекции, потом сразу же семинар, вопросы-ответы, песни, и уже это, все это выйдет на путь. Но потом постарайтесь во время культурного вечера, я не знаю, что вы планируете, попробуйте быть все-таки более такими теплыми по отношению к ним. Не с давлением, а вот чтобы они чувствовали, что им здесь удобно и хорошо. Да. У меня вопрос относительно десяток. Как я могу оставить свой эголизм, но вместе с собой мое желание внести в центр круга, желание к исправлению, как я смогу это сделать? Ну, смотрите, мы так или иначе это сделаем. У нас нет выхода или под воздействием ударов, и это называется, когда всему свое время, или же мы себя будем толкать в направление цели. Это называется Хишена, сокращение времени. Как я делаю еще раз, в чем вопрос? Пожалуйста. Если мы сейчас садимся в десятки, и я поняла, что мы хотим оставить сзади свой эгоизм, но с другой стороны, я поняла, что нужно наше желание направить центр к исправлению. скажем, сидят здесь десять эгоистов. Сколько? Еще один. Ага, пять, пять. Так, десять эгоистов. А здесь они хотят раскрыть центр. В центре они хотят раскрыть общую силу отдачи. их, где каждый должен на себя произвести сокращение и производить действие отдачи в центр группы. То есть сокращение. То есть я ничего не хочу для себя. Я хочу сейчас вбросить себя в центр группы. То есть забыть о себе, погрузиться туда, просто там раствориться. ассимилироваться. Если я это делаю не только в одиночку, но один, два, три, четыре, до десяти человек, если я это делаю вместе со всеми, то мы в первую очередь помогаем всем включиться в эту территорию, включиться в эту территорию, это территория отмены я и взаимной отдачи. И тогда на этой территории раскрывается еще более внутренняя территория. Там мы хотим, стараемся вбросить себя в виде отдачи по отношению к другим. Во вне себя. Я хочу отключить свой разум и чувства. Я хочу отключить свою голову. Я хочу думать о том, что они хотят. Я хочу чувствовать, что они хотят. Я хочу поменять. Я хочу поменять. своё сердце, свой мозг. Я хочу поменять их на сердце и мозг других. Как будто бы я работаю на них. неживое растительное животное и выйти на уровень человека. Неживое растительное животное я на себя произвожу сокращение. Не хочу думать об этом. То есть, что внизу, я не хочу думать. Я хочу думать о том, что наверху. а наверху это отдача другим. Это называется Адамом, подобный Творцу. Если мы производим такое действие, отмену себя, когда я здесь ставлю экран и стараюсь быть в желании и в мыслях группы, то я строю кли. Как некое я строю здесь что-то, что я куда я могу получить свет. Ощущение высшего мира, ощущение Творца, ощущение вечности и совершенства Творения. И так каждый и тогда мы создаем общие кли. Создаем общие кли. Тогда все и у всех есть вот такие вот малые килим и в общем это становится одним большим кли. И каждый теряет себя и вместо этого получает нас в этом месте обретает общее желание всего Творения. То есть каждый обретает малхут бесконечность. Сделаем, сделаем. Туда, пожалуйста. Да, достаточно. Я следующая вопрос. Как в этом конгрессе может прийти Европе и это объединение здесь на конгрессе принесет Европе и мир? я не хочу вас пугать но мир на самом деле находится в состоянии когда так плохо не было никогда мне кажется что пока что все в порядке но это не так мы находимся во многих оболочках финансовой пузырей мы пришли к состоянию когда мы все время создаем главное хотим все больше 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 и уже ясно что мы создаем все только бы не прекращать только бы не останавливаться потому что большинство производимого нами мы выбрасываем и нам с этим больше ничего делать мы находимся перед волнами больших увольнений потому что в соответствии с истинным состоянием технологии современной больше чем 5 процентов людей в мире не должны работать а мы работаем все больше и больше и больше и кричим где места работы и выходим на демонстрацию против безработицы ничего больше делать с людьми нет есть два решения первое решение война серьезная война подобной которой не было второе решение когда с помощью воспитания мы достигаем состояния когда люди не должны будут работать они удовольствуются жизненно рациональном уровне то есть то что человеку нужно он получит даже если будут работать только пять процентов всего человечества а все остальные 95 процентов все остальные люди будут работать но в чем они будут учиться интегральному воспитанию ноги каббала они будут учиться тому как стать людьми как быть объединенными потому что мы мы во всем человечестве мы во всем человечестве совершенно мы всем человечеством совершенно противоположно общей природе мы ну гадим противоположны есть просто столкновение интересов и природа тянется к равновесию тепло холод к равновесию вакуум давление к равновесию все части природы должны находиться в равновесии а сейчас его нет и поэтому мы во всех областях чувствуем кризис поскольку чувствуем отсутствие равновесия на максимальном уровне мы также видим это в самой природе то что происходит с неживым растительным и животным уровнями что нам нужно нам нужно прийти гармония здесь это уровень творца здесь уровень творения мы должны быть равны к этому мы должны прийти поэтому раскрывается наука каббала поэтому мы должны реализовать это и показать пример всем как это делать но все человечество должно будет научиться тому как прийти к этому равновесию это основной закон природы это то что нам нужно вы будете вы будете учителями европы если еще на что то не ответил снова задайте вопрос вопрос был такой что наше объединение во время конгресса принесет европе мы как одно клей ну и что он принесет а может быть так нужно было ответить объединение между нами то есть когда мы насколько это возможно сделаем себя близкими к творцу к общей природе поскольку мы являемся частью европы мы начнем начнем излучать на европу свет который имеется у нас это вы группа европейская группа европейская группа вот это просто так все население европы вы между собой находитесь в крепком объединении объединяетесь сильно это называется что вы называете находитесь в гальгальтайнаем в верхней вашей части а вот здесь ваша хаб если вы обращаетесь к европе вы излучаете им их гальгальтайнаем свет который есть в вас а затем они его передают уже своему ахапу так это работает и поэтому вы хотите того или нет в тот момент когда вы начинаете здесь выстраиваться в то что называется быть одним целым быть как один вы излучаете эту силу через вас ахап на всю европу они начнут говорить по-другому думать по-другому вдруг без того чтобы при приезжать в брюссель и собираться на европейском единстве начнут говорить по-другому вы увидите это я говорил с представителями общего рынка они даже понимают то что я объяснил им они поняли только они сказали это невозможно это невозможно идея как бы верная но нереальная мы не видим в то мы не верим в то что это возможно как раз в Италии секундочку у нас проблема с переводом тогда скажи всем а что случилось вы сейчас получите перевод на английском я буду переводить я буду переводить я буду переводить вслух на английском итак когда встретил представителей общего рынка это как раз было в Италии представитель Италии на общем рынке может быть это встреча проходила на протяжении полутора часов он как раз очень внимательно слушал все и записывал но он сказал одну вещь и я не могу это представить перед европейским парламентом потому что это нереально этому не поверят и не воспримут это в таком виде чтобы это можно было осуществить тогда как если вы начнете меняться как группа тогда благодаря тому что вы действуете в Европе внутри нее они получат понимание этого даже не зная вас что это возможно они вдруг почувствуют изнутри что это путь который можно реализовать и здесь и сейчас давайте это сделаем так мы будем влиять на их решение иначе кризис будет только разрастаться и ухудшаться я жду от этого конгресса от европейского мнения наших групп в Европе я жду очень много результатов много вы почувствуете как вдруг относятся к вам по-другому вдруг люди начинают думать так же как и вы это будет добрый вечер вопрос от группы которые занимаются подготовкой как вообще вот нам подняться на эту над всеми теми различиями которые есть между нами скажите какие различия тогда я скажу вам какие различия существуют между нами ну какие есть различия в Европе в группах Европе это что-то другое и Европа будет очень далеко отсюда мы не в Европе мы в каком-то месте которое вообще не относится к Европе здесь это государство Каббалы и где ты видишь различия то в чем они они думают иначе чем ты они хотят чего-то достичь в жизни иного чем ты какие различия существуют между вами есть между вами различия потому что каждый является представителем своей страны своего народа и это находится внутри в этой стране в этом народе но между вами но не между вами самими мы живем той же жизнью учеба распространение что еще есть у нас ну работа устроить все в семье но главное это у нас учеба и распространение много отличий между нами много отличий между нами и устроим что это вопрос группы между соединительными вопросами Очень много стран. Каждый из нас является представителем своей страны. И в том, что он находится в своей стране, сами страны разные, но мы здесь должны создать связь между нами. И мы должны выстроить общую почву, базу. Потому что мы желаем того же. Цель, одна цель. Мы изучаем те же вещи. Здесь как раз нет различия, здесь все общее. Коммун. Теперь ты говоришь, что есть различия в каждой группе. Когда мы говорим об объединении, мы говорим, что наука Каббала никогда не отменяет этого различия. Я только над различиями выстраиваю объединение. И поэтому различия остаются. И вместе с тем мы приходим к полному единству. В чем мы объединяемся? Мы все объединяемся вместе в единый высший парцов. в Творце. По отношению к Нему и в Нем мы равны. И нет различия между нами. Вне Его. Это называется там, где я соединен со странами, народами, там различия остаются. и никогда не исчезнут. Потому что насколько различия будут больше, я должен буду связаться над ними еще сильнее. И тогда сила этой дельты различия будет очень большой. Пока я не постигнул на самом деле огромный свет. Вот и все. Еще поговорим об этом. Это очень широкая тема. Леди, пожалуйста. Леди, пожалуйста. Можно до скольки у нас? Пожалуйста. Я понимаю выгоду работы для группы, вкладываться в группы. Митцадыхат, они не мргиша, они мргиша, туэлит, бэ, вода, бэгвуца. С другой стороны, вот энергию, вкладываться, делать что-то для группы. Я могу взять только из своих эгоистических желаний. Вплоть до того, что даже вот сидеть, чтобы высидеть и не заснуть на уроке, я все время дискуссию какую-то веду со своим эго и договариваюсь о выгоде для него. Вопрос, собственно, в том, правильно ли для того, чтобы сделать что-то для группы, договариваться со своим эго и просто делать что-то для группы, как-то вкладываться. И если это так, то каким образом я исправляю вот эти 613 желаний? Таким образом, в общем, да, все. So the question is, if I'm going to do something for the group, do I have to go through this process of negotiating with my ego and then through this how do we correct the 613 design? we have to do something поделить все наши желания на несколько групп желаний и да секс семья это наше телесные желания и желание деньги почести знания это уже человеческие желания которые не находятся у животных а только в людях я должен кроме этого видеть в каком состоянии в группе я нахожусь нет ничего важнее чем объединение в группе можно делать сделки с нашим желанием но не за счет объединения в группе и наоборот можно дать возможность насладиться телу только если она позволяет находиться в группе в объединении с группой как говорил рабаш что у нас есть кофе и чай и даже с сахаром и молоком он говорил с людьми которые прошли много периодов голода войн и вообще место теплая обустроенная ты можешь находиться тебя не выкинуть и вообще мы должны понять что если я прихожу в группу я должна выстроить это место так чтобы было приятно и с помощью этого мы привлекаем людей и можно сделать договор с нашим эгоизма что мы готовы быть в компромиссе с ним вот и все главным образом то что касается и до еды секса семей это животный уровень и тогда можно идти на компромисс главное что я уверен что после этого у меня будет еще более сильная связь с группой но давайте начнем продвигаться к завершению у нас есть еще время пожалуйста мой вопрос касается конгресса мы уже не можем жить без конгрессов то есть мы уже вот как каждый раз находимся в состоянии когда ждем конгрессов вот за последние годы прошло много конгрессов если вы сравниваете ваше ощущение времени конгресс может быть когда-то наступит время когда это будет один большой конгресс что мы как нам вот прийти к этому как работать без конгрессов не сравнивая меня и себя я рос в другом поколении когда я пришел к рабашу мне было 30 лет а ему было уже 60 даже 7 секунд до 70 я помню когда ему было 80 не 40 40 с половиной даже ровно пополам невозможно представить себе какая какое различие есть методики не было кризиса в мире а все было спокойно и гораздо более медленно шло но как было не раскрывалось никто не ничего не знал ни в каком месте мире ни в каком магазине ты не мог найти никакой книги по каббале не было интернета и уж тем более не было той информации которая сегодня наука каббала дает в интернет не было вообще необходимости в группе потому что не было возможности не было возможности раскрыть творца людям целому поколению тогда как сейчас это стало как раз обязанностью не то чтобы можно или нельзя это обязанность долг и поэтому я не знаю есть тысячи всяких изменений различий сегодня это новое поколение они должны связаться между собой должны связываться и проводить конгрессы если бы мы не провели 4 последних конгресса мы бы сегодня находились в гораздо худшем состоянии со всей нашей учебой со всем что мы делаем мы обязаны проводить конгрессы конгресс это своего рода скачок посмотри сколько работала итальянская группа сколько людей извне помогали ей включившись в нее и сколько людей приедут сюда и услышат и почувствуют впервые о чем мы говорим это только на конгрессе возможно хорошо друзья есть женщина которая хочет задать вопрос ну пожалуйста но что-то легкое она обычно спрашивает потом я не могу заснуть это не мой вопрос мы готовились вот вся группа которая готовила конгресс какой самый лучший способ интеграции еще раз но ты меня словила на слове я не знаю конечно же мы должны усадить их так чтобы все было смешано у нас конечно же мы должны хоть как-то таким деликатным образом напомнить им о законах семинара давать им примеры как вести себя может быть сказать какие-то вещи между нами как будто мы говорим между собой но чтобы они услышали о правилах семинара о наших обычаях но вы же понимаете таким сердечным образом очень тонко деликатно я не думаю что возникнет проблема вы же знаете в целом что тот кто входит в семинар сразу чувствует ощущает новую атмосферу я думаю что и завтра произойдет то же самое последний вопрос последний как мы должны подготовить себя сегодня чтобы подготовиться к завтрашнему дню на питерском конгрессе было очень особое явление рассказал нам один товарищ Амнун он старше меня по всей видимости ему где-то 75 он сказал мы здесь человек настолько объединились что шли спать в одной комнате там была одна широкая большая кровать мы спали и на полу но мы не могли расстаться и не находиться в одной комнате только я не мог он сказал потому что я приехал именно на этот конгресс с женой и должен был пойти к ней и спать в одном номере который мы сняли там в гостинице смотрите насколько и они были совершенно чужими людьми совершенно отличными со всех стран со всех континентов с Европы из России из Америки это просто Вавилон был там в Питере и это то что они почувствовали не могли расстаться то есть после напряженного дня который провели вместе не могли расстаться и пойти каждый в свою комнату каждый в свой номер в гостинице чтобы заснуть и это не ребенок бизнесмен очень богатый человек есть у него большое предприятие ему уже 75 лет говорит что не могли расстаться поскольку это высшая сила но я желаю вам завтра чтобы вы остались здесь спать в этом зале чтобы не могли выйти из объединения это возможно возможно прийти к такому это уже раскрытие Творца еще не лика его но это ощущение силы которая владеет тобой которую ты вызвал и она работает лихаев 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok